We've only just be gone Одно из самых замечательных чувств, которые можно испытать на Пхукете, это, несомненно, езда на байке. Но порой бензин в куколке заканчивается, а на Пхукете заправок не так уж и много, поэтому везде стоят вот такие вот, как бы это сказать, автоматы, да, автоматы, где можно самому заправиться. Конечно, здесь дороже цена, чем на обычных заправках, но и заправляться быстро и легко. В моем инстаграме я просила людей рассказать о моем видеоблоге в своих аккаунтах, и за это они получат свой приз, это открыточка из Таиланда. Я, честно сказать, еще никогда не отправляла ничего с почты, и сейчас узнаю, в общем-то, как это делать. Знаете, никогда бы не подумала, что отправлять открытки, это вообще так долго и так энергозатратно. Но если кто-то хочет тоже получить открыточку из Таиланда, вы можете рассказать в своем инстаграме, или вконтакте, или в фейсбуке о моем видеоблоге, обязательно ссылкой на меня, и тогда я вам тоже пришлю открыточку. 50 секунд, чтобы выбрать. Сегодня мы будем играть в квест. Я, Влад, и кто еще, кто еще? Карина и Геннадий. Ребят, привет! Снова попали к тебе? Да, да. Вы готовы играть? Да, Гена пообещала выдать все загадки за опоздание. Окей, договорились. Алло, как? Ребят, мы только что доиграли в квест, и... Ну, я скажу, что нас было 4 человека, и мы справились за 35 минут. Но если бы я там была сама, я думаю, что я бы сидела там, ну, блин, я не знаю, часов 5. Потому что ребята как-то так быстро соображали, что нужно делать. Ребята очень коррадированы были. Ну да, я такая, блин, замок, как его открыть вообще? Как одно со вторым служить мне? Мне было сложновато. В общем, если вы любите квесты, то я вам советую сюда сходить. Это находится на третьем этаже торгового центра Дженсион на Патонге. Да, камера здесь, нужно сюда было смотреть. Мы решили, что сегодня мы поедем кататься на вейках. Вейк-парк, это когда ты на доске катаешься, тебя тянут за лебедку. Договорились мы выехать в 9 утра. Сейчас уже 11, и давайте узнаем, готовы ли все. Мы выбираем просто крем от зигара. Боже мой. Где штаны, Лоян? Сейчас еще чуть-чуть поедем. Значит, едем кататься в вейк-парк. Миш, ты будешь кататься? Нет. Настя, ты будешь кататься? Ну, может быть. Рик, ты будешь кататься? Нет. Класс. Валер, ну ты хоть будешь кататься? Я буду. Ништяк, и я тоже, Лоян. Котик, ну тебе еще подрузки, нужно немножко. Лиш, ты будешь кататься? Я воздержалась. Нет. Ура, мы доехали. Пхукет-Вейк-парк. Рик, пойдешь, может? Не-е-е. Open с 7.30 до 8 вечера. Окей. Мы уже посмотрели, как катаются. Мы уже посмотрели, как катаются. И так по ценам, видите, здесь есть счастливые часы. Здесь с 7.30 утра и до 10 утра 650 бат для взрослого 4.50 у ребенка. И еще с 5 вечера до 8 вечера, это же такая же цена, 850-450. Так вообще 2 часа 950. Так вообще 2 часа 950, 24 часа 1400 бат. Это тренировочный кабель с учителем. В общем, здесь лежат шлемы, железы, доски. И вот здесь можно взять хорошую доску, как говорит чувак за 500 бат. Но мы попробуем пока на плохих. Носки вверх тяни, нормально. Сейчас не тихая пуля. И спину старайся держать, и падай вперед. С водой. Да, 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 водит, водит, водит. Вот и я так припадаю. Почему? Надо больше вперед хлифонять? Да, да. В салон, да. Специально для людей, которые не очень понимают, как ездить, здесь есть штука, чтобы кататься на коленках. Валера сейчас нам покажет, как это происходит. Я говорю, ты сейчас покажешь, как кататься на коленях. Вот так вот. Не полетел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Убегает музыка, это фото. Давайте, визуево. Фото или ? Да, да, да. В общем-то, ребят, лично мой вывод такой. Вот там вот при входе есть вывеска «Лучший выбор. 30 минут катаешься с тренером на тренировочной лебедке, и потом тебя опускает на основной канат кататься, то, что мы взяли сразу». И вот это вот будет лучше всего. Пусть это стоит 1850 бат, но сегодня я лично даже не смогла встать. Я не знаю, сколько мне времени нужно на это потратить, потому что никто ничего не объясняет, как нужно делать, и поэтому сложно. Тренер, учеба, и потом можно будет кататься.